Продолжаем наши прогулки по Скоробященскому кладбищу города Рязани и переходим в левое крыло погоста. Схерхим Андрит Серафим, духовный отец схемонахини Елисаветы, о которой уже шла речь, и многих других верных чад церкви. Святой Жизнь Человек, духовный писатель, некоторое время служил в Скоробященском храме города Рязани, здесь и упокоился. От могилы еще одного священника, вероятно с матушкой, отец Дмитрий Прокимнов, также служил в Скоробященском храме, помимо этого нес послушание закону учителя от церковно-прихазской школы при епархиальном женском училище. Вот еще монашеские могилы. «Сторон» «Сторон» Субтитры создавал DimaTorzok Отца Федора со сродниками Мы движемся по тропинке в сторону места первоначального упокоения Блаженной Любови Рязанской Мощи которой сейчас находится в Николаевском храме города Рязани А на месте ее могилы установлены часовни А любовь, или как ее в Рязани ласково называют Любушка Несла подвиг и родство Христа ради Вот и сама часовня Идет, видимо, какое-то богослужение Люди молятся, поэтому близко с камеры подходить не будем Звуки железной дороги нарушают тишину Сегодня достаточно шумно Но так бывает не всегда Вообще, надо сказать, горожане здесь любят гулять Все не деревья Кладбище – место, где можно подумать о вечном, умиротвориться Святые отцы церкви советуют посещать кладбище Не для праздности, но душевной позе ради Сейчас мы прошли от часовни Любови Рязанской Вправо и сделаем еще один поворот Вдоль этой тропинки мы выйдем на еще одну часовню Николая Чудотворца Вот она уже появилась Напоминает маленький храм Часовня подстроена в 1885 году помещиком Трофимом Казначеевым на могиле своего брата Николая Продолжение следует... Продолжение следует... ... КОНЕЦ Выходим на центральную аллею, чтобы перейти на мемориал ленинградцам-блокатникам. КОНЕЦ Вот этот мемориал, или Ленинградское кладбище. Дело в том, что после снятия блокады, многих ленинградцев привезли выхаживать в Рязань. Однако многие были настолько источены, что спасти их не удалось. Здесь их и хоронили в братских могилах. Слева и справа могилы имена погибших. В центре, как видим, размещена вот такая вот символическая композиция. Как говорят, много детей было среди погибших. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... За ленинградским мемориалом также расположены могилы. Продолжение следует... Прямо по центру выход на Старообрядческую церковь Успения Пресвятой Богородицы. И там же находится часть воинских захоронений. Церковь построена в 1910 году на средства рязанского купца Федота Игнатьевича Масленького. И первоначально была освящена в честь иконы Божьей Матери и всех скорбящих радостей. Отпал обе стороны могилы павших воинов. С 1937 года по 1945 год храм был закрыт. В 1949 году богослужения возобновились. В начале 80-х годов церковь освящена во имя Успения Пресвятой Богородицы. С 1995 года храм не имел собственного священника, но уже в 2000 году в нем начали совершаться регулярные богослужения. В детстве, помню, проходя мимо этой церкви, со стороны проезжей части, мы, кстати, туда еще сходим. Она имела, как мне казалось, несколько мрачноватый вид, но сейчас довольно светлый. Возвращаемся назад. Сейчас от Ленинградского кладбища переходим к основной части военного. Непосредственно Рязань в годы войны не входила в линию фронта, хотя эта линия проходила совсем рядом. Рязань не была оккупирована, но на Скорбященском кладбище хоронили военнослужащих, умерших в госпиталях Рязани и погибших при выполнении воинского долга в первые годы после войны. Поэтому так много могил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Могилу которого мы посещали... Комплекс прилегает ко входу на военное кладбище со стороны парка. Его возведение было всенародной стройкой. На мемориале проводятся различные торжественные мероприятия, зажигается огонь, возлагаются цветы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы вышли с территории кладбища, но все это является частью единого мемориального комплекса. Впереди нас будет ждать еще звонницы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь от Рюминского пруда и стадиона начинается мемориальный конкурс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы пройдем под Звонницей, затем под Аркой, и далее я предлагаю посетить еще несколько могил на Аллее Почетных Захоронений. Конечно, прокомментировать все будет весьма утомительно, но некоторые после того, как мы развеялись прогулками по парку, все же возможно.